Добрый день, дорогие зрители! С вами вязкий консерватор и диванный аналитик Алексей Малышев. Итак, начинаем. У нас сегодня супер новость, о которой не сказал разве что ленивый. К нам едет, точнее уже приехала Мария Бутина. Документы приняты в полном объеме. У нас врачи предварительное голосование, а затем победительное выбор. Что это за человек? Что мы о ней знаем? Не иначе, как русская Жанна Дарк. Правда, конечно, не совсем. Все-таки героиня Столетней войны во Франции закончила куда хуже. Иностранная пресса и американский суд сделал из Марии Бутины не иначе, как Мата Харри 21 века. Этакая русская суперагентка. Итак, возникает еще один образ, опять же, француженки. Жанны Антуанетты Поссон де Помпадур. Хм. Но калибр не тот. Да, хорошие связи. Да, высокопоставленные знакомые, но, опять же, калибр гораздо меньше. На этом давайте остановимся и подведем итог. Мария Бутина, что это такое? Жанна Дарк, Маркиза де Помпадур или Мата Харри? Не то, не другое и не третье. Небывалое в мире зверище. Воздушный десант. Люди-птицы. Люди, не знающие страха. Всего лишь очередной федеральный парашютист. Вы знаете этих дам? Вот и я, к своему стыду, понятия не имел, кто это такие. Они уже пять лет представляют Кировскую область в Государственной Думе. И так же, как и Мария собирается сейчас, прошли туда по спискам Единой России, по общефедеральным спискам. Максимум, на что нам следует рассчитывать, это разрушенное до основания СИЗО и новая нагрузка на бюджет Кировской области, которая все это благолепие будет содержать. Сложно ожидать влияния на региональную политику подобных людей. Тем более, когда у них нет каких-то значительных средств. Мы же с вами консерваторы и сторонники реалополитиков. И если вы с нами, кнопочки внизу. А пока прощаемся. До следующих встреч. С вами был Алексей Малышев на самом консервативном канале города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова